Футбол.ру Встречей важных футболистов, ну это не впервые уже для Валерия Карпина в этом сезоне, но в данном случае потери касались центра обороны и вот здесь пришлось перекраивать имеющимися футболистами самую важную зону. Почему самую важную? Потому что, естественно, играл в гостях с одним из самых прямых конкурентов команды первой восьмерки и вот продержался Спартак 53 минуты, после чего все-таки пропустил. Сгруппировались игроки красно-белой команды в центре, оставили неприкрытым футболиста Казанского Рубина Александр Рязанцев, сделал передачу, которая пронизала буквально всю эту оборонительную линию, оборонительную группу и на 53-й минуте Кристиан Нобоа открыл счет. Казанцы продолжали атаковать, выглядели лучше в атаке и, наверное, второй мяч в ворота Андрея Дикани был только делом времени, так оно и вышло 5 минут спустя. Еще одна передача с правого фланга, здесь в совершенной свободе, совершенно неприкрытым оказался Александр Рязанцев, автор голевой передачи на первый мяч, ну вот здесь он стал автором забитого мяча. Хотя три защитника Спартака в этой ситуации были перед своими воротами, но никто из них помешать этому голу уже не мог. Две минуты спустя Эмменики, нигерийский новичок Спартака, был удален за вторую желтую карточку, причем он получил ее за симуляцию. Доигрывал Спартак этот матч в меньшинстве и завершился 3-0, Надхо забил на последней минуте. И на центральной, возможно, не центральной для кого-то, центральной встрече, во всяком случае на стадионе центральной в Казани, работал мой коллега Михаил Цибуллин, который сейчас находится на прямой связи с нашей студией. И мы знаем счет, мы знаем в целом, как развивалась эта игра. Миша, очень интересно, как себя вели два тренера. Валерий Карпин известен как специалист более, наверное, эмоциональный, подвижный. Курбан Бердыев чуть более сдержанный. Но как это происходило в игре, которую ты видел вживую? Привет, Ром. Сегодня вели себя эмоционально оба тренера. Не только Валерий Карпин, которому игра доставила скорее массу отрицательных эмоций, но и Курбан Бердыев, который также практически не садился на свою скамейку, который постоянно подсказывал своим игрокам. И по его выражению лица было непонятно, какой счет, кто выигрывает в этом матче. Хотя футболисты Казанского Рубина сегодня продемонстрировали просто великолепный футбол. Возможно, показали свой лучший матч в этом чемпионате. Чего не скажешь о московском «Спартаке», который сегодня выглядел как никогда беспомощно прервалась. Беспроигрышная серия подопечных Валерия Карпина. И, конечно же, наставник красно-белых был очень раздосадован действиями своих подопечных. Пытался он нести какие-то коррективы в ход игры. Выпустил Артема Дзюбу, но Артему за мяч зацепиться так толком и не удалось. Пришлось заменить Эйдана Магиди, который просто провалил сегодняшнюю игру Валерию Карпину. Вместо него вышел Сергей Паршевлюк, но ни одна из этих замен серьезных изменений в ход игры не внесла. Что касается замены Казанского Рубина, то вышел вместо Вальдеса Касаев. Но эта замена была скорее вынужденная. Вальдес проводил очень неплохую игру, но в одном из эпизодов получил небольшое повреждение и сам попросил замену. Ну и затем заменил автора второго мяча Александра Рязанцева, Курбан Бердыев. Вместо него вышел Алексей Еременко, но проявить себя он не успел. Слишком уж мало времени ему отвел главный тренер казанской команды. В целом есть удовлетворение от игры, от самоотдачи. Были мелкие моменты, нюансы, где неправильно перестраивались, неправильно развивали атаку. Но в целом есть удовлетворение. Проиграли полностью и первый тайм, и второй тайм до второго гола. После второго гола даже лучше стали играть. Не знаю, то что задумывали, ничего не сделали. Мы втроем были в середине, а у них только два там было. И у них двое чистые нападающие играли. Так что, наверное, чуть у нас преимущество было. Я очень рад, что сегодня болельщики пришли в большем количестве, чем обычно. И как они могут в этом убедиться, это нам очень помогло. Ну а что касается «Спартака», действительно оборвалась победная серия, которая длилась 11 поединков. Последнее поражение «Красно-Белые» потерпели еще в середине июня от московского «Динамо». Но игру «Спартака» всегда исторически определяла линия полузащиты. Насколько уверенно смотрелись хавбеки «Красно-Белых» в этом матче? Ну, как я уже сказал, Эйден Магиди, на которого очень рассчитывают все болельщики «Красно-Белых», который в последних матчах показал, что набрал уже неплохую форму, показывал хороший футбол. Но сегодня он матч просто провалил, и пришлось Валерию Карпину его на Сергея Паршевлюка заменить. Что касается Деми Дезеова, то также далеко не лучший свой матч провел этот полузащитник «Спартака». Правда, был он единственным в первом тайме, кому удалось хотя бы попасть в створ ворот Сергея Рыжикова. Ну и в целом, линия полузащиты «Казанского рубина» сегодня выглядела гораздо сильнее, нежели средняя линия московского «Спартака». Во многом за счет этого мы и увидели в итоге счет 3-0 на табло, потому что полузащитники «Рубина» очень часто подключались к атакам, и в принципе все голы, которые сегодня оказались в воротах Андрея Диканя, их авторами стали игроки как раз средней линии «Казанского рубина». Отличный матч провел Кристиан Нобуа, здорово смотрелся и Александр Рязанцев, ну и «Биброс Надха» под конец, так может быть, немножечко поиздевался над голкипером московского «Спартака». Большое спасибо Михаилу. Это был наш корреспондент Михаил Цибулин, который вживую наблюдал в Казани на стадионе «Центральный» за крупной победой «Рубина» над московским «Спартаком». Ну что ж, «Спартак» уступил со счетом 0-3. Это та самая ситуация, когда, ох, что сейчас начнется в интернете. Ну так исторически сложилось. У нас на очереди наша традиционная рубрика «Гостевая», где мы даем слово вам, наши уважаемые зрители, но «Наша гостевая» — это место, где все разговаривают исключительно культурно. Думаю, с такой игрой «Рубина» и максимум ничья светит, и не больше. Ожидал Касаева в стартовом составе вместо Рязанцева? Ну да ладно, состав отличный, нужны только три очка. А «Спартак» на подъеме. Только защитник травмирован лучший. Не знаю, пропустят или нет, но забьют точно, несмотря на оборону «Рубина». Понравился первый тайм. Еременко хорош, успевала участвовать почти во всех моментах. Вальдес пока себя найти не может. В общем, как бы то ни было, во втором тайме надеюсь увидеть наконец-то забитые мячи. Удачи нам! Если чего-то стоим, надо доказывать свою состоятельность в матчах с первой восьмеркой. По сути, третий круг для «Спартака» уже стартовал. Оставлю за скобками поединок с «Томью». Так что сейчас никаких ничьих. Сложная игра и для «Спартака», и для «Рубина». Мне кажется, очки больше «Спартаку» нужны. Но «Казань» традиционно очень хорошо играет дома. И ведь самое обидное, что все по делу и закономерно вполне. Жалко «Спартак». «Спартак» заболел срочно нужной операцией. Похоже, настанет час для Валерия Георгиевича держать свое слово о подставке с поста главного тренера. Ибо в тройку войти до конца второго круга вряд ли с такой игрой удастся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова